Вас беспокоят странные шорохи посреди ночи? На чердаке или в подвале вы испытываете леденящие чувства страха? Вы или кто-то из ваших родственников видели духа, призрака или привидения? Если это так, то не стоит больше ждать. Все, что нужно сделать, обратиться к профессионалам. Позвоните охотникам за привидениями, мы вам поверим. Лицензия уже на подходе, о других деталях по телефону. О, Рассел, эй, парень, не ты ли у восточного крыла? Ага. Рядом с новой газерианской выставкой? Да, что? Кажется, в твою сторону что-то направляется. Подожди, я вроде бы слышу. Пойду взгляну поближе. Хочешь по-настоящему испугаться? Я читал про Шандор, это тот парень, который подарил музею наибольшую часть коллекции. Его жизнь овеяна закадочностью, чем-то сверхъестественным, если ты понял. Странный тип. Ай. Почему бы не поговорить об этом позже? В любое другое время. Ай. Эй, вам здесь не место, стойте. Охотники за привидениями. Если вы стали свидетелем появления полтергейста, призраков, духов, банши, демонов, потерянных душ или... Что? Нет, мы не занимаемся поимкой усопших родственников и не призываем их для того, чтобы узнать комбинацию от сейфа. Да, что ж, вам того же приятель. Эй, это же новый кадет, добро пожаловать. Не скажу, что это безопасно, Рэй. Отлично, люблю рисковать. Зафиксируем отметку на 55%. Этого должно хватить для стабильного горения. Эй, если хочется кого-то поджарить, то почему бы не новичка? Мы не можем так поступать с Рэем. Наша ипотека записана на его имя. Я думаю, он прав. Так как тебя зовут, малый? Давай без имен, Рэй. Не хочется что-то мне привязываться к малышу. На всякий пожарный. Ты ведь помнишь, что случилось с прошлым? Он настроен и готов идти. Вижу, тебя слегка бросает в дрожь. Хорошо. Мы подготовили для тебя интенсивный и довольно строгий режим обучения, который покажет тебе основные функции нашей экипировки. Если хочешь стать профессионалом, придется потратить немало времени на подготовку. Это кто-то из нас? Я так не думаю. Рэй? Должно быть, это какой-то мощный выброс пси-энергии. Существенное колебание, вызванное чем-то в двухстороннем центре Нью-Йорка. Седьмой уровень и выше. Согласен, мы должны немедленно провести проверку. Я знаю ответ, но все равно спрошу. Седьмой уровень это плохо или хуже некуда? По шкале того до десяти, я бы сказал, дай-ка угадаю, семь. Скажем так, сейчас мы будем сильно заняты. И это еще не самое веселое, что приходится сделать, верно, Рэй? Берегись! Лизун снова на свободе! Нет, подождите, вернитесь. Окончательно и бесповоротно. Приветствую вас, друзья. У аппарата Зоди. На аппарате Охотники за привидениями. Запасайтесь гулками, готовьте лимонад, друзья. Мы начинаем новое прохождение. В эту игру я никогда не играл, она как-то прошла мимо меня, но Охотников за привидениями вообще я люблю. На днях как раз пересмотрел оригинальную диалогию фильмов. И резко возникло желание поиграть в эту игру. Так, идите с Эгоном и Рэем. Но вначале я хочу просто осмотреться здесь. А лизун, я думаю, потерпит. Немного неудобно с управлением. Мышка усиливается, то есть я двигаю с одной скоростью, а постепенно, вот видите, она как резко ускоряется. Но думаю, привыкнем. Лизун там, давай за ним. Такс, говорят наши персонажи довольно много и очень быстро. Еле-еле успеваю вообще за ними. Советуем проверить справочник Охотника за привидениями. Мило. Кстати, да, у нас есть... Так, какой кнопкой он открывается, не помню. А, вот так вот. Кажется, а лизун сбежал. Идите с Эгоном и Рэем вниз, чтобы все разузнать. Так, вот справочник Тоби на странице книги отсутствует. Так, экипировка. Здесь ценники есть справа внизу. Вот 5000 долларов, допустим. Я так понимаю, это мы сможем прокачивать, покупать, скажем так. Да, вот внизу 0 долларов стоит. Видимо, сколько у нас денег сейчас. Повторюсь, я в эту игру не играл, не смотрел прохождение. Вообще про нее толком ничего не знаю. Поэтому буду все изучать по ходу игры. Обучение, статистика. Так, ладно. Спускаемся вниз. Не хочу я пользоваться лестницей. Так намного лучше. Джанин, привет. Алло, охотники. О, привет. Да. Уверен? А я не уверена. Так, Вигуа. Там у нас Экта-1 стоит. Все, в принципе, практически как в фильме. Даже кадры из фильмов есть в газетных вырезках. Класс. Все, хорошо, хорошо. Идем, идем, идем. А вот и Лизун. Вот он. Странно, что его так привлекает защитная оболочка хранилища. Он был очарован ей с тех пор, как мы добавили к устрою свой режим просмотра. Ладно, кадет. Только полегче. Я возьму руководство на себя. Привлеки его внимание протонным лучом. Нет, только не хранилище. Там же крайне чувствительное оборудование, которое легко уничтожить, парень. Ой. Один сбежал. Это моя вина. Видимо, я переборщился гурлевкой межпространственного облакнителя. Я это исправлю. Вы вдвоем должны вернуть призраков обратно. Хорошо, давай, Игон. Эй, похоже, все прекрасно. Поскольку ты уже получил свое рабочее оборудование, настала пора для тренировочного забега. Нужно принять меры приосторожности, хотя Лизун безобиден, ну совсем чуть-чуть. А вот насчет другого парня я не уверен. Ладно, тогда вперед. О, и не стреляй больше по хранилищу. Его легко вывести из строя всего лишь одним выстрелом. Игон в ближайшее время это исправит. Почему-то перевели как Эгон, хотя Игон, вообще-то, в фильмах его имя. Теперь, пока все не вышло из-под контроля, изучи свой портонный ранец. Он может стать твоим лучшим другом на поле боя. Вся нужная тебе информация отображена на самом ранце. Здесь ты можешь следить своим физическим состоянием. Чем длиннее зеленая полоса, тем дольше ты простоишь на ногах. То есть полоска здоровья. Этот индикатор показывает уровень нагрева твоего ранца. Когда он достигает своего пика, придется охладить его, иначе случится замыкание. По большей части, процесс захвата призрака довольно прост. Мы разделяем его на три основных этапа. Схватил, удержал и поймал. Во-первых, необходимо истощить призрака при помощи луча. Видишь, на прицел накладывается специальная шкала. Она показывает текущий уровень, накопленный призраком энергии. Чем дольше держишь заряд... Так, лучше, наверное, двигаться. Не стоять на месте. Ах ты, мы упустили лизуна. Вон там. Ай, я думал, отвратнее лизуна. Ничего нет. Ранец перегрелся. Включи охлаждение. Да, кстати, нужно не забывать охлаждать ранец. Хорошо, что ты схватываешь на лету. Следующий этап. Захват. Наведи луч захвата на объект, и попробуй взять его под свой контроль. Запомни, ранец автоматически задействует необходимые параметры луча, как только субъект будет ослаблен. Давай за ним, используй захват на этом куске слизи. Невероятно! Получилось! Как только призрак окажется в поле захвата, счетчик ударов начнет заряжаться. Если хочешь ускорить заряд счетчика, попытайся ударить призрака твердую поверхность по прямой линии. Запомни, всегда следи за призраком. Когда он начинает движение в одну сторону, тяни луч захвата в другую. Огонь! Подожди, я не успеваю и читать, и одновременно ловить призрака. Вот так, удар. Их всегда выбешивает, когда они попадают под луч. Следи, чтобы счетчик ударов был полностью заряжен, потом атакуй. О, ты жесток, я бы такого точно не выдержал. Наконец мы достигли третьего этапа, поимка. Для того, чтобы загнать призрака в ловушку, понадобится выбросить ловушку. Вот ловушка. Отлично! Когда ловушка закрывается, начинает работать сигнальный маячок. Это значит, что... Так, 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 так. Влево-вправо. Фу. Замечательный, кадет, задатки у тебя есть. О, кстати, никогда не забывай забирать ловушку. Как это дела? Эм, мы глазом моргнуть не успели, как лизун выскользнул. Хотя кадет задал ему жару. Что-то я перенервничал. О, тебе нужно быть крайне внимательным. Помни, не скрещивай лучи. Просто не делай этого. Серьезно. Серьезно и некуда, правда? Эй, как так получилось, что эта милая мордашка получает сплошные... Скажем так, он наш новый подопытный специалист по экспериментальному... Значит, я этого не достоин. Вообще-то он имеет дело с кучей непроверенного и опасного для жизни оборудования, которое при возможных неполадках может зашвырнуть за пределы Нью-Джерси. О, так этот балбес шастает повсюду с нашими опасными для здоровья прототипами, которые могут за Нью-Джерси забросить? Великолепно. Держи марку, малыш. Тебе нелегкая работенка досталась. Да что ж вы так быстро разговариваете-то? Скутер, не хочешь завестись? Очнись уже. Садитесь в актован, когда будете готовы к поездке. Окей, поехали. Куда едем, Рэй? В отель Седжвик. Это единственное место, куда мог отправиться маленький слезняк. Верно. Первоначальная точка появления. У них весьма неплохой буфет. Очко в твою пользу. Как только Винстону надоест опера, отправим приглашение присоединиться за наш столик в Седжвике. Эй, приятель, собирайся. Сегодня твоя первая рабочая тренировка. Постарайся не разнести весь Манхэттен до основания. Какая уж у нас работа. Это отвратительное зеленое создание сейчас наводит ужас на весь 12 этаж. Я требую материального возмещения. Сэр, отметьте соответствующий пункт галочкой в нашем счете. В счетах. Верно, в счетах. Вообще-то, ваша гарантия на случай повторного разноса всего отеля давно истекла. Надеюсь, вы ее продлили. У меня на приборе наблюдаются странные всплески призрачной энергии. Похоже, что беспорядки не только на 12 этаже. Нужно осмотреться. Хорошо, сделаем, что сможем. Этот зеленолобый малыш не должен вызвать много хлопот. Ну, добрый вечер. Сейчас уж в полной безопасности, мисс. Охотники здесь. Отойди, неудачник. Даже не думай. Этот метод впервые потерпел неудачу. В следующий раз я покажу класс. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Приготовься, ас, мы начинаем. Доктор Стэнс, не будете ли вы так любезны? С первеликим удовольствием, доктор Вэнкман. Небольшой совет на будущее. Протонный ранец должен оставаться выключенным в местах, где куча народа. И в личных покоях. Это уменьшит затраты города на ремонт и не затронет судебный иск, выдвинутый против нас одной из горничных. Мир, в котором мы живем. Только выстрелившись в кого-то протонным лучом, как они тут же подают в суд. Это он. Прекрасно. Похоже, что у нас новый истец. А, да ладно тебя, Рэй. Этот мелкий зеленый прохвост постоянно обливает меня свежей порцией слизи с ног до головы. А я видя, он не так хорошо меня знает, чтобы до такой степени ненавидеть. Осторожно. Контакт. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо в меня бросаться. Отлично, шоу начинается. Сначала выманем его, а потом поймаем. Для этого мы и носим протонные ранцы. Стрелять? Окей. Питер, скорее. Ни за что. Я прекрасно знаю, чем она для меня закончится. Желаю вам двоим повеселиться от души. А я лучше прикрою лифт в надежде встретить симпатичную незнакомку и сопроводить ее в номер. Да, ну ладно. Уровень сигнала твоей непримиримой сущности перешел в все нормы. Как только обнаружится важный сигнал, ПК-датчик включается. Пара очки напрямую связаны с ПК-датчиком. Они позволяют увидеть различные панаромальные активности, следы призрака, ауры, объектов и другие разновидности. Как только обе ветки сканирования начнут достигать своего пика, ты поймешь, что идешь в нужном направлении. Задействуйте ПК-датчик и быстрее цель зумна. Для наилучшего результата пытайтесь разместить цель в наименьшем округе. При наведении ПК-датчика на источник сигнала удерживайте... Левт клик. Так, приступай к сканированию. Актакплазму мы нашли. Так. Красным обозначается спрятавшийся призрак, зеленая паранормальная аномалия, а синий представляет из себя активный образец. Так, попробую запомнить. Столько информации, столько текста в самом начале игры. Не еле успеваю читать это, не то что озвучивать. Уже теплее. Очень горячо. Так, а ты за мной почему не идешь? Вот сюда получается, что ли? Ага, призрак устойчивый к ловушкам, укрытие лизуна. Проводить подробное сканирование всегда приятно. Если замечу поблизости существо, попробуй его просканировать. Таким образом ты составишь анализ призрачного субъекта и сможешь в дальнейшем сверить его с нашей базой данных. Это даст полное представление об этом существе. Питер всегда жалуется, что читать скучно, а мне нравится. Если хочешь узнать все данные по цели, возможно придется просканировать его несколько раз. Старайся удерживать субъект как можно ближе к центру сканированной области. Так, доступ к обрейдам. Давайте сразу глянем просто. Так. У нас есть 1700 долларов уже. Мы можем улучшить фокусировку бластера. Лишение отдачи, повышение точности сканера, оптимизация процесса перезарядки, быстрая ловушка, реактивная ловушка. Давайте пока что поэкономим. Я пока что толком даже не знаю, что мне нужнее. Так, синее. Что ты там говорил, синее? О, здесь он точно был, да. Проклятый артефакт коллекционирования. Активные образцы это артефакты, которые мы собираем для изучения. К тому же за них нам неплохо платят. Часто мы отдаем их для проведения исследований и всяких разработок, а полученные средства позволяют нам ставить эксперименты, которые часто приходится брать с собой для тестирования. Помни, ты всегда можешь посмотреть доступные улучшения программы обучения и различные сведения в специальном меню ухотиков за привидениями, но включается через ПК-отдач. Если ПК-отдачик убран, можно включить ранее, нажав X еще раз или нажав 1. Рэй, что-то мне нехорошо. Питер, прием, ты в порядке? Один выбыл, кажется ранен, быстрее к нему. Ну же, шевели ногами, ты ведь можешь двигаться его быстрее, так? Стоп, так, куда бежать-то? Сюда. Во время спринта нельзя поворачивать камеру. Его лизнули, в который раз. Помоги ему, если тебя не затруднит, хорошо? Не могу поверить, что-то опять случилось. Я же всего лишь вызывал лифт. Как этот мутант ко мне подкрался? Снова. Фу, какая вонь. Наша работа основана на взаимовыручке. Если один из нас падет, мы помогаем ему подняться. О, нет, мой друг, это было еще в старые времена, а сейчас все дело в зарплате. Парни, думаю, вам стоит немедленно спуститься ко мне. Наш плод научных экспериментов кушает еще призраки. Но ведь 5 лет назад мы уже всех поймали. Не забывай, что люди умирают ежедневно. Малыш, вызывай лифт. Хорошо, Лизун, хватит развлекаться, не трогай лифт. Игон, прием. Кажется, мы застряли. Потребуется помощь. Ты уверен, что мы застряли? Не застряли, не застряли, не застряли. Рэй, малыш, кто из вас сразу слышит, что мы застряли в лифте? А вот и он. Схвати его, Рэй. Вам помочь? Опять ты меня не послушал, Рэй. Сколько можно? О, а тут еще призраки. Отвлекитесь от леноголового. Кажется, призрак в красной шляпе так просто не сдастся. Так, 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 так. Ловим. Ой, где-то все светится разными цветами. Охладить нужно ранец. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Это какие-то серьезные плохие джюджу-пилы. Охладь! Попробуй! Давай, в ловушку! Эй! Слушайте, ребят, это не так просто, как кажется. Он на твоей стороне! Я на твоей стороне. Так. Давай, 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 давай. Фух. Этот конденсивный ударный импульс все энергию сбудоражил всех призраков. Может, все-таки позвонить Уинстону и отменить его выходной? Кстати, я как раз было подумал, а где же Уинстон делся? У него выходной, он в опере. Сегодня. Снова они. Лизун. Они раздемились. Рэй, пойдешь со мной, остальные отправляйтесь наверх. Венкман, вам вдвоем придется заняться поимкой нашего старого знакомого. Помните, что он деформируется в разного рода предметы, так что поймать его будет легче легкого. Он такой грубый, когда не высыпается. Так, выслеживать нужно. Хорошо, опять используем датчик. Ловить призраков довольно-таки сложно, ребята. Я чувствую ветчину в складке глазури и ребрышки. Сюда, бальный зал Альгамбра. Ни в коем случае, вы не можете войти в это заведение, поскольку через полчаса у нас будут важные гости. Держу пари, грудинка сегодня особая. Его уже достаточно насорили. Я уверен, что эта штука просто исчезнет оттуда. Я пойду на риск. И не пропущу вас. Это все, что я хотел услышать. Пойдем, выпьем кофе, только на этот раз без прислуги. Похоже, что зал Альгамбра закрыт. Чертов слезняк. Никто так безнаказанно не обделывает слизью Питера Бэнкмана. Бэнкмана, то есть... Осторожно, Питер. Надеюсь, ты не забыл про инцидент на острове Элис. Не хочешь зафотить фартук? Придется пройти немалое расстояние через кухню. Альгамбра должно быть начинается. Привет, шеф! Так, а я не зря отдел... Очки. Мы здесь что-нибудь найдем? Ладно, чемпион, теперь ты во главе. Так, что-то... Опа. Опа, опа, опа. Паранормальная активность. Но ничего просканировать не дают. Так. Хорошо, старайся не касаться слизи. Она с полицкой не неверно опасная. Тёмная слизь, едкая слизь, класс 1. Ещё... Ой, 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 ой. Ай, нет, ты не думай, я не испугался. Ага, конечно. Ой, булочки. Ой, а это что? Тоже какие-то вкусняшки. Какие-то шёпоты слышны. Тихо, тихо, тихо. Ничего страшного, это происходит почти на каждой кухне. Не сказал бы. Так, а как мне... пройти-то теперь? Оп. Тихо, 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 тихо. Так, стоп. А как же мне пройти-то теперь? Так, уберись куда-то. Так, мне что, туда не нужно, что ли? Ай! О-о-о-о! А, мне туда, видимо, не нужно. Мне теперь сюда нужно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сколько там ножей торчит? Что-то за значок только что был. Так, ну здесь я опять-таки не пройду. Опа. Ладно, я ничего не боюсь, кроме кухонных раковин. Это что, рыба? Это призраки рыбы? Что за... Что за жесть? Именно поэтому я предпочитаю есть из жестяных банок. Чтобы оттащить шкаф, нужно поднять его, используя вторую фазу протонного бластера, луч захвата. Используйте луч захвата, чтобы убрать с пути преграду. Чтобы задействовать луч захвата во время стрельбы, нажмите Shift. Ага, в принципе это все, отбросил куда подальше. Мы же не горничными нанимались. Кто тут курицу пришпандорил к стене? Ее что такое? Игра дергается как-то иногда. Значит, мне не послышалось. Тут действительно будут важные гости. Почему бы не добавить новый ингредиент в зеленый салат? Я буду на подмоге. Я глуши его и попробую произвести захват. Хорошо, договорились. Попробуем. А, где он? Он в стол превратился? Вау. Я сжег скатерть? Так, ну я понял. Нужно определить, что из этого... Безум. Скрытая сущность? Нет. А вот он появился. Я думал, он превратился там в вазу или тарелку. Хорошо, хорошо. Вот так, приятель. Только нужно стушать, не забывать ранец. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, оп. Ловушку кидаем. Так, ну-ну-ну. Смать! Давай-давай-давай! Ну! Ну-ну-ну-ну-ну! Фух. Да, бесподобно. Видели? Так-то. Теперь все поняли, что не стоит больше делать с Лизжи Питера Вэнкмана, и... К тебе это тоже относится. Пришлось слегка изменить обстановку, но в целом, думаю, гостям понравится. Больный зал Альгамбера! Что вы наделали? Гости прибудут через 15 минут! У тебя какие-то проблемы? Благодаря мне и моему новобранцу теперь вы можете устраивать здесь любые праздники. Призраков больше нет. Насчет важных гостей. Передайте пламенный привет от охотников. Ну да, если бы мы здесь не появились, Лизум бы здесь вообще все разгромил. Какие-то гости могли бы быть, так что... Так что мы вообще спасли здесь все, можно сказать. А вот вы, ребята, картошки мне не захватили? Рэй, ты еще не поднимал с Иганом разговор о дисциплинированности нашего новобранца. Нужно обсудить это с глазу на глаз. Ой-ой-ой, выше нос. Твоя проверка завершена. Теперь помоги нам поинт в нескольких проблематичных субъектов. Попробую, попробую, сейчас. Ух, пучка. Ау! Да что, черт. Эй! О, да твою ж дивизию! Бросается! Где он? Где ты, где ты? Ну, 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 давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Есть! Один готов! Кстати, проскани... Да, твою ж дивизию я хочу просканировать его! Так, все, получается, он просканирован, да? Да. Ну, давай-давай-давай сюда. Еще один! Давай! Фух, видишь, не такая уж эта и рутина, правда? А что мы можем прочитать про этих призраков? Так. Ленивый призрак. Категория. Бродящий кардинал класс 5, тип призрак, устойчивый к ловушкам. Поведение, атака, поражение, слабое место, протонный луч, длительность оглушения умеренная, устойчивость к ловушке нормальная. Отель Сечвик традиционно устраивает аукцион на День Благодарения, собирая различного рода пожертвования, обычно отдаваемые реабилитационному центру Святого Николая для своенравных ангелов. В 1937 году Арбисон Моргюнхер, богатый, но одинокий эпикуреец, предложил цену и выиграл пир. В День Благодарения он пришел на обед один. Управляющий Сечвика возразил, указав, что пир рассчитан на 12 персон. Но Моргюнхер настоял на том, что съест всю еду сам. Управляющий пожал плечами и в конце концов уступил. Моргюнхер съел все угощение, не оставив ни крошки. Семь часов спустя он похвалил шеф-повара и, проглотив последний кусочек, умер от разрыва желудка. Позже власти обнаружили в доме Моргюнхера записку о самоубийстве, в которой говорилось, что он намеревался умереть, исполнив свою фантазию. Нормальная такая фантазия. Лизун, бродящий призрак класс 5. Устойчивый к ловушкам, бросок-разгон. Длительность оглушения долгая, устойчивость к ловушке минимальная. Иногда его называют репоголовым или мерзким зеленым призраком. Предположительно, Рэй назвал его лизуном специально, чтобы разозлить Питера, до сих пор питающего к нему стойкое отвращение. Несмотря на свои прозвища, этот сконтронтированный возрождающийся призрак олицетворяет собой обжорство. Его привлекает все съедобное. Хотя этот бродящий призрак класса 5 и не особенно злобен, лучше не становиться между ним и его закуской. Если он голоден, то внимателен, а голоден он постоянно. Призрак посыльного. Оживленный призрак класс 3, устойчивый к ловушкам. У всех больших старых отелей есть свои темные секреты, но элегантный отель Сэджвик превзошел все вместе взятые. С момента его открытия в 1897 году Сэджвик был окутан мрачной атмосферой. Неимоверное количество постояльцев и персонала безвременно ушли с жизни из-за странных происшествий, а иногда и по глупости. Большинство из них остались здесь навсегда, подчиняясь неумолимой силе, запирающей их в коридорах Сэджвика, в его номерах, в ванных и служебных комнатах. Призрачный персонал очень заботится об отеле и не любит беспокойства, помимо тех, которые доставляют они сами. Тёмная слизь встречается в местах взаимодействия между реальным и призрачным мирами. Это опасное вещество, представляющее собой эктоплазму, перенасыщенную отрицательной энергией. Тёмная слизь невероятно едкая и наносит серьезный урон любому, кто достаточно неосторожен, чтобы вступить с ней в контакт. Основанная на спектральном резонансе, тёмная слизь служит источником энергии и может при достаточной насыщенности духовной энергии служить порталом для призраков. Эктоплазма Плотное слизьское вещество. Эктоплазма образуется, когда призрак взаимодействует с физическим миром. Обычно встречается в виде клейкой слизи, а также может находиться в форме тумана и даже кристаллов. Вот оно как. Кто за всё это заплатит? Сэр, незачем волноваться, вы ведь знаете, что мэр официально рекламирует охотников за привидениями благотворительных целях, а мы получаем прибыль за поимку и уничтожение призраков, так что... Нет, я про материальный ущерб. Городская мэрия полностью защищает интересы наших клиентов, так что волноваться не стоит. По правде говоря, я чувствую здесь враждебный настрой, поэтому считаю наилучшим решением поставить призраков здесь. Нет, не надо. Просто будьте поосторожнее. Осторожность главная в нашей работе. Внимание! Ой, откуда он взялся? Полагаю, нам следует взять его, если ты не хочешь это отсудить. Мне показалось, что он там с удочкой был. Кадет, прогуляйся с доктором Спенглером, посмотри на... Кого-то там. Преследуйте призрака рыбака. Да, призрак рыбака, он с удочкой был. Так, куда нам нужно идти? А, мне нужно... Не с вами, мне нужно с Игоном. Окей. Так. Ага, проклятый артефакт. Антикварный медный колокольчик. Колокол-призыватель. Происхождение неизвестно, но по отчетам его видели в отеле Дежардин Принтанье перед исчезновением. Отеле, а не колокольчика. Как этот сверхъестественный артефакт в конце концов оказался в отеле Сэрчвик для всех загадка, хотя и его влияние на прислугу нельзя недооценивать. Самообслуживающийся поднос. С 1893 года было приобретено множество отличных наборов серебра из знаменитого австрийского отеля Дегустов, после того, как он таинственно сгорел. Это единственный предмет из набора, который появлялся в номерах Сэрчвика незванным и без сопровождения. Напуганные гости нечасто считают его подарком за эту услугу. В общем, вот это у нас предметы СЦП, по сути. Так, мне очень любопытно, а как их расохраняется? В момент загрузки новой локации или как? А то я даже вообще не в курсе. Так. Он что, рыбу ловит? Ха-ха-ха. Берегись! Я не смогу туда добраться. Вперед, действуй один и возьми ловушку. Так, то есть мне в одиночку его ловить, да? Вы следите, призрак рыбака. Там вроде как тупик. Я думаю, наверх нужно идти. Проклятый артефакт. Старая картина. Портрет Сэрчвика, мизантроп основавшего отель. Портрет 1910 года, когда Готфри МакКаллистер Сэрчвик открыл свой огромный отель, многие осуществили странным, что человек, настолько сильно не любивший людского внимания, открывает бизнес, в котором приходится много общаться. Так, а, нет, ну я сюда никак не пройду. Так что туда только. Опа. Что-то было здесь. Что-то светилось. Надо будет попробовать на геймпаде, как играется, потому что мышка, ну вообще как-то вот неудобно. Вот прям, прям вообще. Вначале нужно... Ой-ой-ой, неизвестная сущность. Я успел просканировать его. Эй, там у кого-то ванна переполнилась? А точнее, ванна, заполненная протоном, заряженная морской водой в 7000 кубических метров. С морскими огурцами. Ну, хотел бы его просканировать успеть. А то любопытно просто про него прочитать тоже. Вот вначале приходится мышкой чуть ли не через весь стол вести, а потом она ускоряется и... Так, я уже теперь забутался даже, с какой стороны я пришел. Черт. Ай, нет, вот туда нужно. Так, стопи сюда. Можно пройти тоже. Сюда нельзя. Хотя, может быть, можно с помощью нашего бластера поднять и убрать препятствия. С помощью луча захвата. Рэй, ты говорил новичку о полупространственных существах из разрывов. Этот подбит и есть вероятная точка сбора многих призраков. Так. Ну. Ну. Экзогенный способность к инерции на стены светильника. Кажется, здесь нет ничего необычного. Ой. Что? Что это было? Светильник ожил? Вау. Так, ну здесь получается тупеек. Ой-ой-ой. Туп. Так. Ой-ой-ой. Сколько? Ну это получается как-то не совсем призраки, потому что я ведь их не ловлю ловушкой. Я просто стреляю, они исчезают и все. Опа. Там еще по потолку пробежал. Так. Ну это что за камни? Ну тут я тогда не пройду По-любому Когда нужно в обход Ай да блин Можно разбивать Некоторые предметы Стоп, мне что дают деньги За то что я разбиваю что-то? Или у меня их наоборот снимают? Непонятно Ладно Направо Черт не успел Так, ну тут я не пройду Мне нужно обратно получается вернуться Что там? О! Тут же здесь А сколько у нас уже вообще? Десять тысяч у нас уже есть! Воу! Быстрая ловушка Реактивная ловушка Чем они отличаются? Что это как бы дает? Давайте быструю ловушку купим А, можно прочитать! Повышает скорость подготовки ловушки к захвату призраков Реактивный оглушающий хлопок Активация автоматического засасывания призрака в ловушку При попадании в зону ее открытия Снижение отдачи бластера Десять тысяч стоит Значительно снижает разброс луча Ну давайте вот это купим улучшение А это все улучшения, которые нам доступны? Да, приобретено Дальше нельзя То есть все вот это вот купить И как бы все Больше нечего будет покупать Так это я думаю Довольно быстро можно купить Так, я тебя вижу А меня сзади кто-то Атаковал Ой-ой-ой-ой И здесь Черт Все Так, стоп По-моему я его просканировал уже, да? Ну-ка давайте посмотрим А, кстати Канделябровый ползун Какое интересное название Оживляющий паразит Канделябровые ползуны Представляют собой Рой маленьких паразитных духов Которые оживляют прибор освещения И используют их для злобных целей Эти духи Первоначально представляющие собой Остатки душ животных Существовавших в физическом мире Захватывают простые объекты Превращая их в грубое подобие Своей белой физической формы Паппи Саргассия Бродящий телекинетик Паппи Саргассия заканчивает печально известный род гордой линии мореплавателей и рыбаков Все его предки не смогли избежать преждевременной смерти Так или иначе связанной с водой Паппи, не желая с этим мириться Выбрал более сухопутную карьеру И в 1950 году Открыл ресторан Саргассия В котором решил подавать блюда морской кухне Позже он преодолел свой страх перед водой И занялся рыбалкой Семейное проклятие все же его настигло А может он был просто невезучим Но на одной из рыбалок Во время ловли мелких рыбешек Его слопала большая белая акула Вот так вот Так, вода ушла, хорошо Саргассия, а вот это его ресторанчик Поймайте призрак рыбака Оп Где ты, где ты, где ты? Отлично, ты в порядке Прекрасно, а ты подходишь для такой работы? Что ж, мы уничтожили большую часть Пятизвездочного Нью-Йоркского отеля Всего за три часа Ваша мама и я очень горды вами Что скажешь, Иган? Он что-то засек Давайте его выследим Он опять сбежал Я думал, здесь подходящее место, чтобы его Ловить Его ресторан Стоп Туда У, тихо-тихо-тихо Ой, это что-то новенькое, верно? Впервые вижу подобное Кухонный голем Так, что про него Притягивающий призрак класс 6 Изменчивые Големы могут соединять объекты своей волей Манипулируя ими, чтобы создать себе форму физического проявления Энергия обеспечивает голема способностью восстанавливать поврежденные и разрушенные части своего тела Он был сформирован и сверхъестественным образом от соединенных предметов кухни, расположенных в отеле Седжвик Опа Так, а ловушка-то где? Так Давай сюда Давай-давай-давай к ловушке, давай-давай-давай Ну, давай-давай-давай-давай Ну Есть Я не люблю, когда в меня летят ножи и вилки Но мне еще больше не нравится, когда ножи и вилки объединяются в нечто гигантское и злобное Такое с тобой ежедневно случается, не так ли? Кто-нибудь видел Зедмора? Парни Я снаружи И у меня для вас сюрприз Нам тебя не хватало, партнер, рад, что ты вернулся А тебе понравилось, Аида? Нам повстречались новые призраки, видел бы ты, как мы их уделали Питер, я и так пробивался к вам в течение четырех часов На улице спрашивали пробки Стойте Мне знаком этот звук Винстон, что ты там видишь? Вижу кое-что большое Сладкое, мягкое и белое И вам это вряд ли понравится Нет, это невозможно Ни здесь, ни сейчас, ни снова Неужели, зефирный человек? Ха-ха-ха-ха А как же он снова оказался здесь? Ха-ха, какая прелесть В этот раз я ни при чем, клянусь Рэй, соберись И может у нас найдется, чем остановить эту дешевую конфету Рэй, кажется, вы хотели сегодня испытать какую-то суперловушку Суперловушку? Звучит маняще, непредсказуемо и интересно Я за Давайте ее запустим Против божественных успешников такого намерения не было Но теоретически оно возможно Проблема в том, что ловушку такой мощности мы никогда не применяли и не испытывали Разве нас это останавливало, когда не было другого выбора? Вот именно, мужик Мы же не комитет пищевой промышленности Для начала нужно расчистить путь Что ж, ребята Давайте мы здесь прервемся Надеюсь, игра сохранилась Что можно пока что сказать по поводу игры? Очень крутая игра Прям реально в духе охотников за привидениями Особенно после просмотра фильмов Это прям супер Вот только управление Особенности мышка Ну вот Вот так неудобно Я вообще не ощущаю, что произойдет, когда я Куда поверну мышку Вначале еле-еле двигается А потом такой вот рывок происходит Так сложно это Реально вот очень сложно Спасибо вам большое за просмотр Не забывайте подписываться на канал И ставить пальцы вверх Как обычно С вами был Зоди Удачи, друзья Встретимся в следующей серии Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok